Все внимание сейчас приковано к Басманному суду столицы, где избирают меру пресечения главе Республики Коми, Вячеславу Гайзеру и его предполагаемым сообщникам. Обвинения предъявлены, и они более чем серьезные. Создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. Новость о задержании прогремела на всю страну накануне. Прошли обыски, при которых у самого Гайзера были изъяты внушительные пачки наличности и коллекция дорогих часов. Что он говорит сейчас в суде? Подробности узнаем у нашего корреспондента Дмитрия Кочеткова. Он в прямом эфире. Дмитрий, какие есть детали, признает ли глава Республики Коми свою вину? Добрый день, Валерия. Буквально несколько секунд назад Басманный суд города Москвы принял решение об аресте Вячеслава Гайзера. Глава Республики, в свою очередь, заявил на заседании суда, что не признает свою вину. Его защита просила о домашнем аресте, ссылаясь на высокое давление обвиняемого его готовной сотрудничать со следствием. В то же время, по информациям следователей, свидетели уже дали показания по делу Гайзера. И в случае домашнего ареста Гайзер может оказывать давление на свидетелей. Кроме того, он может скрыться. Вячеслава Гайзера и еще нескольких человек привезли в здание Басманного суда два часа назад. Всего уголовное дело возбуждено в отношении 19 человек. И многие из них находятся сейчас здесь, в Басманном суде города Москвы. В рамках уголовного дела следователями СК России совместно с оперативными сотрудниками ФСБ России проведено более 80 обысков в Республике Коми, Санкт-Петербурге и Москве. По результатам проведенных следственных действий по местам жительства и работы фигурантов уголовного дела изъято более 60 килограммов ювелирных изделий, 150 часов стоимостью от 30 тысяч долларов США до 1 миллиона долларов США, более 50 печатей и штампов юридических лиц, задействованных в реализации офшорных схем, финансовые документы по легализации похищенных активов на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Накануне обыски прошли в московском представительстве Республики Коми. Там и были обнаружены деньги, коллекция дорогих часов и документы о подозрительных финансовых операциях. В ночь субботы на воскресенье горел свет и в кабинете Гайзера в Сыктывкаре. Там тоже проходили обыски. Это коррупционное дело, пожалуй, самое громкое за последние годы. Задержан не только глава Республики Коми Гайзер, но и практически все руководство региона. Заместитель губернатора Чернов, глава регионального парламента Ковзель, сам предглавы правительства Коми Рамаданов, бывший член Совета Федерации Самойлов и другие. Сейчас Басманный суд работает в авральном режиме. Сюда уже доставлено 8 фигурантов дела Гайзера. Им предстоит избрать меру пресечения. Дмитрий, а была информация, что к Басманному суду подъезжала скорая. Кому-то из фигурантов дело стало плохо? Да, час назад к зданию Басманного суда подъехал автомобиль скорой помощи. Медики прошли в комнату для обвиняемых, где находится конвой. Находились там примерно полчаса. Спустя 30 минут они оттуда вышли. И автомобиль скорой помощи уехал. Видимо, помощь медиков не понадобилась. Валерия? Спасибо, Дмитрий Кочетков. Из Басманного суда Москвы избрали меру пресечения главе Республики Коми. И вот только что стало известно, что он арестован на 2 месяца, то есть до 18 ноября.